Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Тата Абрамсон и Валерий Блеминкранц пытаются строить отношения. Девушка приготовила для него макароны, но Валерий не понравилась их жирность. Настолько не понравилось, что он демонстративно вышел на улицу и вывалил содержимое тарелки на землю. Ребята поругались, причем Валерий обидел Тату, он оскорбительно высказался по поводу ее слишком округлых форм. Ребята на поляне начали заниматься физкультурой. Они будут совершать ежедневные утренние пробежки. После свадебной церемонии на Сейшелах Руслана Мишина и Семен Фролов поссорились. Руслана рассказывает, была небольшая проблемка на этой церемонии. Кольцо застряло на пальце и никак не снималось. В итоге сняли его с помощью кусачек. Руслана высказала претензии Семену, что нужно дарить кольца нужного размера. Семену показалось, что Руслана его упрекает и он разорвал свадебный плакат. Потом ребята поговорили, решили, что они неправильно друг друга поняли и помирились. Череда свадеб на доме 2 на этом не закончилась. Костя Иванов и Саша Гозиас решили вступить в брак, и это была самая оригинальная свадьба на проекте. Они поженились в изоляторе. Ну а сочетал браком влюбленных начальник карцера Илья Гибаров. Гозиас пишет, ну что, такого еще не было. Первая свадьба в изоляторе. Смотрите в эфире через 7 дней. Саша Харитонова подала иск против Майи Донцовой после недавней потасовки. Девушки вырывали друг другу волосы, они не поделили Ваню Барзикова и кровать. Майю признали виновной. Девушку посадили на сутки в изолятор. У ведущей Ольги Бузовой большая радость. На ее страницу в одной из самых популярных соцсетей подписались уже 6 миллионов человек. Ура, вас 6 миллионов, пишет Ольга. Улыбайтесь. 6 миллионов улыбок способны перевернуть мир. Вместе мы сила. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Я вас люблю. Ксении Бородиной снова пригодилось платье, в котором она год назад вышла замуж за Курбана Амарова. Она снялась в этом платье на съемках музыкального клипа. Ксения опубликовала ролик со съемочной площадки. Некоторые осудили Бородину, ведь таким образом она якобы показала пренебрежительные отношения к своей свадьбе. Бывший участник проекта Алексей Самсонов стал кандидатом в депутаты от политической партии «Партия Роста». «Начало положено», написал Алексей. Бывшая участница проекта Таня Кирилюк открыла свою мастерскую под названием «Телеведущий». Я решила поделиться с вами десятилетним телевизионным опытом и приглашаю пройти у меня обучение, по окончании которого вы получите диплом по специальности «Телеведущий». Степа Менщиков и Женя Шамаева официально расписались в Тверском ЗАГСе Москвы. Большого торжества они не устраивали, отметили это событие в узком кругу. «Дорогие друзья, торопимся принять от вас поздравления», пишет Степа. «Наконец-то это свершилось, мы стали мужем и женой. Ура, мы счастливы». Два года назад у них уже была красивая, но неофициальная свадьба на Коа. Сейчас пара ожидает появления на свет второго ребенка. Это, видимо, и стало причиной официального брака. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.